здравствуйте ребята сегодня у нас 23 декабря скоро праздники а температура за бортом 50 фаренгейта что ровно 10 цельсия вот это нормально конец декабря вот это вот мне нравится это по-нашему холода не нужны снег тоже нафиг не нужен снег должен идти там где на лыжах катаются и все время у нас 12 небольшим ну чуть за полдень перевалило 12 20 сейчас у нас уже у нас уже с работы все уехали домой я в общем-то даже последний час уезжаю нам еще начальник остался но он тоже скоро уедет сегодня у нас в отличие от предыдущих компаний где работал день перед рождеством все-таки день рабочий но по-любому никто особо все равно не работает мы с утречка тут пришли я мог конечно взять выходной у нас вместо этого выходного плавающий выходной то есть мы его можем взять когда хотим ну а сегодня мне в общем-то выходной и не нужен совершенно но это все равно вот видите три часа всего прошло с тех пор как я на работу приехал и в общем-то уже хватит уже поеду я домой сейчас я еще в магазинчик хочу заехать шопрайт на этот раз поеду я домой и в общем-то как бы по идее мы должны работать из дома но я чет я думаю я даже я даже не буду доставать ноутбук и сумки потому что да все равно ничего не происходит уже уже все отдыхают и никаких новых никаких новых писем все равно не придет все что надо было сделать уже сделано так что до вторника у нас выходные на этот раз 25 декабря день католического рождества это воскресенье ну и соответственно потому что это воскресенье поэтому в понедельник 26 это общий федеральный выходной день праздничный ну то есть праздник ты конечно 25 но 26 это вместо это возмещение за 25 но вы знаете схема в принципе такая же как и в россии когда праздник выпадает на выходной то праздником становится там понедельник либо пятница то же самое когда праздник выпадает на субботу то выходной день у всех в пятницу а когда праздник выпадает на воскресенье то соответственно выходной день у всех в понедельник это в общем то стандартная схема все как всегда но кстати машин заметно заметно что даже машин как-то мало на улице даже утром было я конечно не попадая в пробки уже более полугода так как не ешь далеко но даже даже моя вот это вот 8 там 9 минутная дорога на работу это даже видно что от машин практически не было на улице ну потому что очень очень многих даже сегодня выходной в принципе можно было просто как бы работать из дома но мне кое-что нужно было там все-таки по работе сделать вы знаете дома это значит сравнительно небольшой экран ноутбука и он один а на работе у меня два больших монитора мне как-то удобнее просто с двумя большими мониторами работать чем с одним вот это вот все мутить поэтому мне даже мне даже удобнее на самом деле работать именно в офисе они из дома у меня конечно есть свои два монитора домашних но это очень мне лично лень там подключать их к ноутбуку к рабочему они у меня так хорошо подключены к компьютеру моему домашнему а подключать к ноутбуку как-то мне вообще влом поэтому проще просто на работу поехать и все тем более я же говорю это же не то что не то что там целое там не знаю полчаса час ехать так чего у нас тут автобус опять же школьный разгружается он стал посреди дороги но в принципе это не имеет значения все равно же нельзя ехать пока пока он выгружает всех или загружает как раз это как раз видео про это было недавно опять же она там набрало разных отзывов и позитивных и негативных но вот правило такое все его придерживаются почему правило придерживаются конечно потому что нет необратимо наказание и в общем-то никто не хочет за это дело сидеть 15 суток там где-то в какой-то такой краткосрочной тюрьме ну и правильно сделано потому что вы же понимаете что правило про правило но даже в америке все равно очень много ну не так много но сразу есть быдло которое будет плевать на правило поэтому сделали наказание соответствующее так чтобы неполадно было так чтобы даже мысли не возникало нарушать это бывает нарушают я видел проезжающих мимо остановившегося с огнями школьного автобуса но просто таких не очень много именно за счет того что законы в общем-то для всех ну то есть если ты там не знаю там сын полицейского какого-то местного то ты все равно не отделаешься наоборот наоборот еще больше будет скандал если тебя отмажут потому что ты там какой-то сын не знаю родственник . какого-то чиновника поэтому с этим как-то даже построже наверное будет всяком случае мне так кажется это опять же мое личное диванно-кухонное мнение которому вы можете не прислушиваться можете прислушиваться это естественно личное дело каждого из вас я мог проехать конечно по большой 1 9 но мне вот как-то нравится отсюда так хочу у нас тут ой машин много вот где машин много там где магазины вот там машин много здесь видимо немножко придется постоять светофор у нас здесь не сильно не сильно долго горит зеленым зеленый свет в этом направлении и вот вы знаете вот видимо наверно стоило все таки по большой 1 9 проехать потому что я бы вот здесь вот не застрял а скорее всего я здесь немножечко сейчас застряну но в принципе это не страшно спешить особо некуда сегодня такой спокойный день который я проведу скорее всего просто дома хотя не знаю может поедем еще куда-нибудь окно вот этому вот этой мы дадим проехать пусть едет себе на здоровье магазин то вон он уже впереди так оказывается не так все и плохо вон на следующий зеленый свет я уже и поеду так что ничего страшного видите так что такая вот у нас смотрите погодка на сегодня вот опустился кстати термометр на 48 был 50 интересно все еще вот не так далеко уехала все-таки разница все равно есть это тоже на поворот пошел а ему вообще налево поворачивать опять же он мне не помешал у меня даже не задержал следующая машина скорее всего пропустит вон ту которая там справа да она уже вон пропускает ну в общем то так все довольно таки вроде культурно у нас тут происходит так что все хорошо сейчас заеду там хочу кое-что взять из продуктов немножко в банк заеду банк прямо здесь же внутри магазина там тоже хочу денег немного снять на общем как всегда такие обычные житейские дела чего тут такое знак стоп со всех четырех сторон знаете интересное такое правило которого я как-то не задумывался но если вспомнить то в снг дам вообще в бывшем советском союзе ой сколько машин стоит так это мне даже не встать нигде нету вот такого таких перекрестков где знак стоп со всех четырех сторон это вот какая-то такая особенность северной америки по моему в канаде я тоже видел такое то есть это короче ладно наверное я вот здесь где-то встану и пойду он туда пешочком это короче такое правило кто первый приехал на перекресток на знак стоп тот первым же и уезжает иногда получается что две машины могут одновременно конечно подъехать но тогда как-то уже решают так сигналами друг другу говорят там один кто-то говорит давай проезжайте по я буду ждать что с этим тоже нет проблем вот такое вот у нас обычное видео предпраздничное ни о чем если кто-то из вас празднуют католическое рождество то я вас с этим поздравляю но скоро новый год вообще будет круто так что всех с праздниками или с наступающими праздниками ну и пока хорошего настроения